Типичным затруднением, с которым сталкиваются многие пользователи, начинающие работать в Adobe Photoshop Lightroom, является тот факт, что они не знают, как получить из тех фотографий, которые находятся в Lightroom, файлы в формате JPEG или TIFF с теми настройками обработки, которые они делали. Это делается очень просто и за это отвечает параметр Export, который находится в меню File, Export. Ему соответствует комбинация клавиш Ctrl-Shift-E. Нажав эту комбинацию или выбрав соответствующий пункт в меню, комбинацию клавиш, конечно, выбирать быстрее, мы попадаем в окно настроек экспорта фотографий. Но перед тем, как выполнять этот экспорт, нужно выбрать фотографии, которые вы хотите экспортировать в какой-либо формат. Для выбора мы используем клавишу Ctrl. Выбираем с нажатой клавишей Ctrl. Вот сейчас я выбрал несколько фотографий. Теперь перехожу в меню File, Export или нажимаю комбинацию клавиш и затем здесь уже выбираю настройки. Экспортировать мы будем на жесткий диск в ту же папку, что и оригинальные фото. То есть в этой папке у нас создастся подпапка, но я ее назову по-другому, точно так же, как у меня называется каталог Summer, Leto. Можно эту галочку не ставить, но если вы не хотите потерять фотографии, то лучше экспортировать их в ту же папку, что и оригинальное фото. Но если вы используете в каталоге фотографии из разных папок, а это не редкость и встречается довольно часто, то можно выбрать Choose Folder Later, то есть указать папку позднее. Когда вы настроите уже все параметры экспорта, программа предложит вам выбрать папку для сохранения фотографий. Итак, я выбрал здесь в данном случае ту же папку, что и оригинальные фотографии, поместить в подпапку. При желании можно поместить экспортированные фотографии в этот же каталог, и тогда они появятся в Lightroom. Если вдруг в папке у нас имеются файлы аналогичного формата, то есть в формате JPEG и Lightroom будет их туда экспортировать, то можно выбрать действия, которые он будет предпринимать. В данном случае он спросит, что делать, перезаписать или присвоить новое имя. Или можно выполнить некоторые действия по умолчанию. Например, он присвоит новое имя для экспортируемого файла, то есть, к примеру, там через нижнее подчеркивание будет единичка. Или он может перезаписать текущий файл, или пропустить. То есть, ничего не будет делать, не будет экспортировать данную фотографию в папку, если там уже есть фотография в таком же формате и с таким же именем. Далее можно включить здесь настройки переименования, но я этого делать не буду. Здесь можно вполне ввести какой-то шаблон имени. Далее можно выбрать формат файла. Здесь доступны три формата. Это JPEG, PSD и TIFF, а также формат DNG, который является аналогом формата RAW и разработан компанией Adobe Systems. Здесь можно выбрать качество сжатия. Обычно ставят на 100%. Цветовое пространство, в которое будет экспортироваться файл. Также можно ужать файл до определенного размера. Или выполнить Resize, то есть изменение размера. В данном случае я Resize выполнять не буду и эту галочку снимаю. Можно выполнить повышение резкости, скажем, для просмотра на экране. Если вы не хотите дальше обрабатывать фотографии в Adobe Photoshop, можете поставить эту галочку и она сработает достаточно корректно. Но если вы планируете дальнейшую обработку или доработку, то эту галочку лучше снять, а повышение резкости произвести потом в Photoshop. Также можно исключить из изображения все метаданные. Дело в том, что если вы этого не сделаете, то человек, который получит ваши фотографии со всеми метаданными, он может извлечь из этих метаданных все параметры обработки в Lightroom. Иногда в Lightroom делают очень хитрую обработку и совсем не хотят, чтобы какие-то посторонние люди узнали его секреты. Затем, что делать после экспорта фотографии. В данном случае у меня здесь стоит «Показать в проводнике». То есть, когда у меня закончится экспорт, я смогу в проводнике посмотреть папку со своими фотографиями. Затем, когда мы выполнили настройки, их можно сохранить. Для этого нужно нажать вот эту клавишу «Add», ввести сюда имя, выбрать какую-либо папку, нажать «Create» и у нас появится здесь наш пресет. Но я этого делать не буду, так как пресетов у меня здесь и так уже достаточно. Закончив все настройки, нажимаю «Экспорт». Запускается процесс экспорта фотографий. Какое-то время нам придется подождать, потому что Lightroom нужно считать все настройки с каждого файла, затем преобразовать этот файл к нужному формату и сохранить его в выбранную нами папку. Теперь процесс экспорта завершен. И при желании мы сможем просмотреть данные фотографии в какой-либо программе просмотра, например, в ACDC. Вот, как видите, я здесь могу просмотреть все фотографии, которые экспортировал в данную папку. Думаю, что после просмотра данного урока у вас уже не будет затруднений с тем, как преобразовать фотографии из того, что вы видите в Lightroom в обычные JPEG, TIFF или PSD файлы, которые можно отправить клиенту или поделиться с друзьями или доработать дальше в программе Adobe Photoshop. С вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках. Субтитры сделал DimaTorzok